Они решают важные вопросы касаемо развития сельской местности. В Черкесске на базе центра «Мой бизнес» прошел круглый стол на тему «Роль сельских женщин в развитии сельских территорий», где приняли участие представительницы прекрасного пола, возглавляющие различные фермерские хозяйства и ведущие собственное дело в селе. На мероприятие побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Женщина на селе, она и труженица, и хозяйка, она очень часто и многодетная мать. И зачастую многие из них возглавляют сельхозпредприятия, являются руководителями различных общественных организаций, депутатами. Перед началом работы круглого стола женщин, которые проработали много лет на селе, отметили почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Карачаева Черкесии. Отрадно видеть, что сегодня наш труд отмечен, и подобные встречи позволяют нам делиться трудовым опытом, отмечают виновницы торжества. В сельском хозяйстве всю жизнь, считайте, провела, потому что я и родилась в селе, и работаю в селе. Очень приятно, очень радостно, что я заслужила такую награду. Опять-таки спасибо Марине Рамазановне, что она оценила мой вклад. Что вы хотели другим женщинам пожелать, которые заняты в сельском хозяйстве? Я желаю, прежде всего, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой, чтобы их заслуги были оценены. Также почетной грамотой была отмечена руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Евгения Головко. Уже много лет она занимается растениеводством, выращивает овощи и различные виды зелени. Она начинала свое дело, будучи еще молодым специалистом экономической сферы. Благодаря упорному труду и телеструмленности Евгении удалось наладить работу своего фермерского хозяйства. Я по образованию бухгалтера и работая в бухгалтерии, я совмещала жизнь на селе и работа в городе. Но по мере возможности получилось так, что я больше акцента отдала именно сельскому хозяйству, потому что это дело полюбилось мне по-настоящему, пришлось мне по душе. И я считаю, что роль сельского хозяйства в целом очень важна. В ходе работы круглого стола заместитель министра сельского хозяйства Карачева-Черкесии Юлия Самсонова рассказала про государственную поддержку в агропромышленном комплексе и о том, какие субсидии и гранты могут получить люди, живущие в сельской местности, для развития своего дела. На сегодняшний день государство дает широкие возможности, в том числе в сельскохозяйственной отрасли. А так как у нас регион агропромышленный, 60% населения находится в сельского, то для нашего субъекта это, конечно же, очень близко, это актуально. На сегодняшний день вопрос встал о комплексном развитии сельских территорий. И есть непосредственная государственная программа именно комплексного развития сельских территорий, которая охватывает широкий спектр. В свою очередь директор Карачева-Черкесского центра развития бизнеса Россельхозбанка Елена Шрам рассказывала про особенности сельской ипотеки, про качественное жилье в сельской местности. Россельхозбанк, конечно же, он создан для того, чтобы поддерживать уровень жизни сельского населения, давать возможность развиваться сельхозтоваропроизводителям. Наше опорное министерство – это Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. И мы, конечно же, совместно работаем. И программы, несмотря на то, что сейчас происходит в стране, программы не закрыты, программы работают. Программа развития сельских территорий, она также продолжает существовать. Участники «Круглого стола» задавали свои вопросы и получали необходимые ответы по развитию своего дела. Также они поделились своим опытом работы в сельской местности. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.